Добрый день, дорогие подписчики! С вами снова, как обычно, Михаил Игуренков. Рад приветствовать вас на этом канале. В общем-то, я опять в очередной раз забыл веб-камеру достать, сорян. Потому что на мирной турнир думаю, надо достать, пусть мне лицо посмотрят. Но я сижу в майке алкашки, пью кофе, потею, потому что жара, хоть у меня теневая сторона дома, но не важно. Короче, что хотелось бы сказать. Я реально с утра встал, подумал, что надо записать подкаст, все-таки понедельник. А у нас в карте, по сути, остались только два поединка, прям интересных со спортивной точки зрения. Это мейн-эвент, естественно, за временный пояс в тяжелом весе Дрейк Льюис против Сири Лаганы. Ну и ко мейн-эвент Жозалда против Педро Муниза. Оба бойца там, да, с учетом своего статуса, там, в полушаге от контендерского статуса. Так что, все понятно. Не смог сам определить, какой поединок там, да, я буду разбирать, поэтому дал вам это, скажем так, на выбор вам, как обычно. И все-таки с небольшим перевесом предпочтение отдано ко мейн-эвенту Жозалда против Педро Муниза. Если честно, мне даже немножко жалко, потому что я, как бы, готовясь все-таки подсознательно заранее к мейн-эвенту, я подготовил реально, как мне кажется, неплохие прогнозы. Причем здесь я прям хотел три ставки запилить. Одна такая, типа, как бы, основная, под, там, условные 3% от банки. Одну ставочку прям, ну, и, наверное, две все-таки под полпроцента, под очень хороший коэффициент. То есть, вот такую тройку я подготовил. Ну, как я забываю, знаете, бывает там на бой Конора, там, с Парьетом, на первых, на вторых поединок, там, давал, типа, победа во втором раунде. Там, ТТМ, отдельно победа во втором раунде, отделя Парье с Абом. Как, например, там, Брансон победы в третьем, там, знаете, в довесок. Но вы выбрали к мейн-эвент. Так что, а здесь, как бы, мне особо-то и сказать нечего. Не в плане того, что, типа, ой, такой бой сложный для анализа и так далее. А просто, ну, здесь я, откровенно говоря, согласен с букмекерами. То есть, я просто сейчас, как бы, уже заранее записал подкаст для клиентов. Я все эти моменты при разборе всего карда уже проговорил. Возможно, как бы, еще это, даже из-за этого более скомканно получится. Но там я высказал, тем не менее, все свои мысли по поводу мейн-эвента и по поводу камейна и всех остальных боев. И здесь я абсолютно согласен с букмекерами. Да, Жозе Алдо в данном противостоянии должен идти фаворитом. То есть, ну, откровенно говоря, к Жозе Алдо были вопросы по поводу того, зачем мы менять весовую категорию и так далее. Вот, тем более, тем более это все усугубилось после того, как он, спустившись в весе, получил поединки, по сопернике Марлона Морайса и проиграл ему сплитом. Да, тогда очень многие не согласились с этим решением и, несмотря на поражение, Жозе Алдо все равно получил титульный шанс с Петром Яном. И реально смотрелся неплохо в первые пяти минутки, особенно во втором раунде, но все равно проиграл. Тут кто-то уже начал говорить о том, что пора бы и карьеру завершать после такого разгромного поражения. Но Жозе Алдо, в общем-то, не сдался, пошел вперед и в следующем поединке смог одержать победу над Марлоном Верой. Марлоном Верой, который в рамках этого дивизиона является очень серьезным скальпом на самом деле. Так что эта победа реально заставила многих вспомнить о том, что он по-прежнему хорош, обладает для этой весовой категории хорошими габаритами антропометрии, при этом способен держать темп на дистанции в три раунда. Да, возможно, это уже не тот же Залдо, который пять раундов способен скакать на одном дыхании, но три раунда – это реально то, что он умеет и то, что он может. Плюс, опять-таки, не стоит забывать, что он не просто какой-то однобокий ударник, это тот человек, у которого там черный пояс по бразильскому жиу-жицу и все остальное, и он реально жиу-жицу тренирует. Там, да, тренер у Андреа Педернейдеса в этом плане достаточно такой, но в плане жесткий чувак, преподает именно в новую НИАу жиу-жицу, и они там все над этим работают достаточно хорошо. А в соперниках у него Педро Мунис. Жалко Педро Муниса после поражения Фрэнки Эдгера, потому что этот поединок он, откровенно говоря, не проиграл, но судейство, как бы, да, посчитало по-другому. Тем не менее, опять-таки, это достаточно сильно его в рейтингах не откинуло, и в следующий бою он получил оппонента Джимми Риверу, которого смог выиграть, да, решение, причем так достаточно уверенно. И вот они сейчас же с Залдо будут драться за такой типа а-ля околоконтендерский статус. Можно ли назвать, что, можно сказать, что Педро Мунис сейчас старого, Жазалдо там пойдет, пройдет? Да, в общем-то, нет, хотя бы по одной простой причине. Мы будем по 34 года. То есть Педро Мунису 34, Жазалдо 34. При этом, при всем, надо понимать, да, что с Жазалдо было много вопросов касаемо перекода. Опять-таки, зачем гонять в весовой категории ниже? На старость лет, чувак, куда ты прешь? Но в своих последних выступлениях он реально показал, что и в этом весе он способен грамотно работать, и он не умирает там, да, после первых пяти минут и так далее. И у него есть, еще раз напоминаю, преимущество в габаритах и речи. Рост, если верить топологию, 170, размах рук 178 сантиметров. При условии, что Педро Мунис 168, рост и размах рук 165. И это позволяло ему, между прочим, да, против многих оппонентов в этой весовой, ну, выделяться ему за счет этого, да, в плане габаритов и прочего. При этом он такой достаточно мышечный. Этого преимущества в поединке с Жизалдо у него не будет. И в данном случае надо понимать, что в стойке, а бой начинается в стойке, как бы Педро Мунис именно технически по скиллам проигрывает Жизалдо просто на 250 голов. То есть максимум, что он может Педро Мунис, это реально выбрасывать какие-то тяжелые удары одиночные и навязывать какой-то размен. Не будет этого ничего в поединке с Жизалдо. Просто Педро Мунис будет хавать в одну каску, в принципе, все, что будет ему туда лететь. Банально, можно даже вспомнить его поединок против того же самого Стерлинга, где тоже Стерлинг достаточно отлично пользовался своими довольно скудными скиллами в боксе и размахом рук, чтобы спокойно, да, перебоксировать Педро Муниса. Он его реально там, по-моему, на джебе держал и спокойно в стойке разбивал. Сможет ли там Педро Мунис подключить свою борьбу, свою джиу-джитсу? Да, тоже, опять-таки, вряд ли. Даже там, не знаю, какой-нибудь Чат Мендес в лучшие годы не мог перевести и контролировать Жизалдо. Это просто unbelievable. Опять-таки, я все это говорю при условии, что оба бойца будут дефолтно для себя в форме и никто там какую-то травму не получит и не обосрется в первую секунду боя. Так что здесь Жизалдо фаворит вполне по делу. Я бы даже сказал, что жирновато на него дают. И за такой коэффициент реально надо забирать. И это будет, соответственно, официальный прогноз, но после процедуры официального взвешивания. Потому что здесь все-таки очень многое зависит от вешалки, от того, как бойцы сделают вес. Я напомню просто, те, кто не в курсе, следить за ММА буквально со вчерашнего дня, что в команде нового Уняо, где занимается, тренируется Жизалдо очень много лет, там вплоть доходило до того, что боец, например, сдох после вешалки, ну реально умер. А, например, там Жизалдо неоднократно снимался с поединков из-за проблем с почками, там, например, да, на фоне сгонки. Тот же самый, там, второй звездный боец этой команды, Ринан Барао, в свое время тоже там много раз из-за тяжелой сгонки, в общем-то, обсирался и в боях. И там даже обморок у него был в ванне, там он как-то с боя снялся, потому что там упал в обморок, ударился об угол. Вот, так что надо смотреть вешалку. Если будете в порядке, это однозначно же за Алдо. Что касается тоталов, я здесь абсолютно согласен с букмекером, с большой долей вероятности поединок дойдет до решения. Вот такой расклад, вот такой прогноз. Так что на последнем турнире, да, получилось очень даже неплохо. Здесь я постараюсь в росписи подумать придумать какие-то еще интересные варианты, как бы, да, там что-то где-то как-то, чтобы, ну реально, потому что слишком очевидный бой, слишком очевидный прогноз, даже как-то неинтересно. Ну, жалко, что, опять-таки, еще раз повторяю, мейн-ивент не был выбран, потому что там прям я собирался творчески разгуляться. Здесь, увы, ну просто как прошлый бой, вот лежит на поверхности ставка, ну как бы она логичная абсолютно, ее даже как-то объяснять стыдно. Ну, типа, знаете, все равно, что брать, типа, какого-нибудь фаворита железного, который, блядь, по-любому победит, с вероятностью 99%, давайте я вам сейчас, блядь, запишу подкаст и расскажу, как он будет охуенно пиздить свой оппонент и как он по-любому выиграет 100%. Ну, кому это будет интересно смотреть? Ну, кому? Как? Ну, в смысле, ну вы и так это все прекрасно понимаете. Вы же не дебилы. Я много раз говорил, что своих подписчиков за дебилов, кретинов, там, я не держу. И в данном случае, мне, еще раз повторяю, немножко даже стремновато давать прогноз Жизалда, потому что здесь, ну, по идее, ну, все достаточно на поверхности лежит и любой человек способен, в принципе, 2 плюс 2 в своей голове сложить. Опять-таки, если вы с чем-то не согласны, у вас есть какое-то свое видение на этот бой, комментарии открыты в описании под видео, ссылку в телеграм-канал, телеграм-чат, где собрана самая, скажем так, активная, адекватная аудитория. Залетайте ребятам с аргументированной позиции, я всегда рад. Вот, а на этом я с вами пока прощаюсь и напоминаю еще раз, что после процедуры официального взвешивания будет записан подкаст с разбором всего карда окончательный и составлен пакет прогнозов для клиентов, и будет также записан окончательный подкаст, где я уже конкретно на этот поединок дам готовые рекомендации. Если Жизалда, то да, в какой бэкап, от какой процент, если тоталы, то какие, если, может быть, какие-то варианты из росписи, то какие именно, опять-таки, и как. Ну, и опять же, у вас есть неделя, чтобы посмотреть, подумать, высказать свое мнение, оставить какие-то вопросы в комментариях, чтобы я это в дальнейшем учел в подкасте в конце недели. Ну, сейчас ты можешь что-нибудь написать, а вот почему ты не отметил, что Жизалда 8 лет назад вот в бою там вот как-то вот такую хуйню показал, и вот ты как думаешь, скажется ли это вот в этом поединке? Вот что-нибудь подобное тоже можете написать, я обязательно об этом вспомню, обязательно это учту в следующем подкасте. На этом я с вами прощаюсь, желаю всем удачи, потому что она пригодится и мне, и вам, и всем на свете, ну и всем хорошей недели. Пока-пока!